Щелково для многих радиолюбителей в нашей стране стало центром проведения состязаний как регионального, так и федерального уровня. Такие соревнования проводятся в нашем городе регулярно, начиная с 2009 года. На стадион универсального спорткомплекса Подмосковья приехали более ста любителей радиоспорта. В мастерстве передачи информации по ультракоротким волнам соревновались 30 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. У каждого из спортсменов в руках малогабаритная радиостанция, оснащенная специальной антенной. Есть второй участник в этой команде, который сидит рядом с ноутбуком и регистрирует те связи, которые первый участник провел. Таким образом ставится задача вот этой команде из двух человек провести как можно больше радиосвязей. В Щелкове радиоспорт очень популярен. В городском округе уже на протяжении более полувека действует клуб радиолюбителей. Сейчас он работает на базе молодежного центра «Навигатор». Наша Щелковская земля помимо своего гостеприимства, которым она славнится, периодически еще выставляет участников. То есть мы не только как организаторы, но и как участники достаточно часто выступаем в подобном родном мероприятиях. Хотя для нас, для клубного объединения, для организации не столь важно участие, как спортсменов, сколько обеспечить прием наших гостей, хорошее качество проведения соревнований. Ну я был в радиоклубе, там были около 10 человек, были такие корифеи уже радиоспорта. Так, пока не знаю, тут первый раз на этих соревнованиях «Радиоволна». Ну сейчас только оценил масштаб, то, что здесь происходит, это как бы впечатляет. В состязаниях участвуют радиолюбители разных возрастов, причем есть здесь и совсем юные школьники, начиная с 10-13 лет. Увлекаются этим видом спорта и девушки. Степания приехала в Щелково из Санкт-Петербурга, она учится в девятом классе. Все хотят попробовать победить, а в первую очередь все-таки набраться опыта для более крупных соревнований, все уже международных. Для спортсменов день соревнований выдался очень непростым. На стадион налетал шквальный ветер и дождь. Участники состязаний вынуждены были не только показывать высокое мастерство в проведении радиосвязи, но и оберегать свое оборудование от превратностей непогоды. Сейчас у нас идет перекличка по позициям, готовы они или нет. Потом начнется соревновательная часть. Мы будем работать на УКВ с диапазона 145 до 140-300, шаг 12,5 кГц. Мы работаем позывными. По итогам Щелковской радиоволны победители были награждены памятными грамотами, кубками и медалями. Это не последние состязания по радиоспорту в 2022 году. В сентябре в Щелково на стадион УСК Подмосковья приедут соревноваться спортсмены из всех муниципалитетов Московской области. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.